Привет всем! С вами проект «Россия. Чужой взгляд». Давно не виделись в этом проекте. Времени катастрофически не хватает. И, наверное, я буду все-таки возвращаться к тому формату, с которого начинал. Это небольшие выпуски. Только что провел экскурсию на Дворцовой площади, и когда ехал на велосипеде к своей машине, выяснилось, что, оказывается, перекрыли доблестные сотрудники ГИБДД улицу, и она является в настоящий момент замечательным антуражем для того, чтобы мне рассказать вам об очередном шедевре, который я обнаружил. При нашем президентско-царском режиме, ну, президентском по сути, а царском по восприятию, нам порой очень сложно понять, в каком положении находятся правители в различных странах, прежде всего, конечно же, я имею в виду США и страны Европы. Мы не шутим про Путина. Камертоном здесь может являться игра КВН, которую, к сожалению, в последнее время смотреть нереально, потому что это шлак. Но в свое время она была вполне достойной. Но не это важно, а важно то, что на протяжении всей истории данной игры активно КВНщики лижут попу Путину. Возможно, на самом деле, я даже не исключаю, что они делают это искренне, и более того, ну, наверное, за какие-то вещи можно и полизать. Но вот за какие-то вещи, как мне кажется, можно познакомить эту попку с ремнем. Конечно, есть и критика президента, но она находится исключительно в интернете, на официальных медиа, которым у нас относится практически все телевидение и ряд других ресурсов. Вы никогда подобного не встретите. А вот в такой стране, как США, президента не мочит только ленивой. И не только президента, вообще любого чиновника, политика, конгрессмена и так далее и тому подобное. Они это прекрасно знают, когда они стремятся к тому посту, который они хотят занять. И это, пожалуй, самое главное разница в ментальности нашей и заокеанской. Одним из таких адских проявлений сатиры, которую мы бы воспринимали как клевету, является третья серия сериала Good Fight, где, конечно же, присутствует героиня из России и которая, конечно же, ни разу не напоминает русскую. Зовут ее Доминика Соколов и я даже не буду это троллить, потому что в наше время каких только имен и не встретишь. Есть такое место in Russia. Таганская. Я там даже бывал. Похоже, люди уже не говорят «я из Москвы», они говорят «я с Таганской». Почему же Доминика Соколов депортируется из Соединенных Штатов Америки? Я была одной из тех женщин, которые были с Трампом в московском Ритце. Я была депортируется, потому что я одна из женщин, которая была с Трампом в Москве в Ритце. Молодая юристка с огнем в глазах спрашивает, это видео «золотой душ»? Золотой душ. Что бы оно могло значить? Ну, давайте с вами подумаем. Возможно, Дональд Трамп осыпает своих шлюх золотыми монетами, но тогда бы, наверное, название было бы как «золотой дождь». А что же такое «золотой душ»? Ну, вы пока подумаете, на самом деле. А тем временем Доминика Соколов приходит на коллегиальное совершение вот этой юридической фирмы. Вы уверены, что вас депортируют по политическим причинам? Да, мистер Трамп не хочет, чтобы я здесь оставалась. Если я окажусь в России, меня убьют. Кто вас убьет? Я думаю, эту фамилию переводить не нужно. Страшный Путин, убивающий всех несогласных, убьет и ее. Вы пописали на кровать, где спал Обама? Так вот, почему название «золотой душ», какой коварный замысел Трамп пригласил русских шлюх, чтобы они обоссали ту кровать, где спал предыдущий чернокожий президент США, а потом он обоссал и их. Мощный, мощный сценарный задвиг. Как же звали напарницу Доминика Соколов? Это Олга. Олга кто? Ну, хоть здесь что-то от России-матушки. Доминика Соколов. И даже есть город, вполне узнаваемый. Новосибирск. Чем опасна эта запись? Ну, тем, что русские будут использовать ее для blackmail, для шантажа. The Russians using this tape for blackmail. Да. Оно и понятно. А Доминика Соколов тем временем произносит одну-единственную фразу по-русски, которая звучит, как обычно, не очень по-русски. Здравствуйте. А когда запись долгожданной оказывается в их руках, следует шутка. I'll get the popcorn. Я схожу за попкорном. В итоге все заканчивается хорошо. Добро пожаловать в Америку, мисс Соколов. Спасибо. Welcome to America, мисс Соколов. Thank you. Хочу заметить одну тенденцию. Если раньше фигуры были иносказательными и олицетворялся только один лишь Путин, ну, назывался прямым текстом, потому что он всемирное зло и должен быть опознаваемым, а все американские президенты или даже президентши назывались какими-то другими именами, то вот в этом сериале это уже не какой-то там Black Jack, а это вполне себе вот конкретный Трамп. И он любит мочиться на баб. Я не исключаю, что здесь есть определенный параллель с Адольфом Гитлером, потому что если вы хоть немного знакомы с биографией фюрера, то знаете, что он в своей интимной жизни, ну, отличался от, как бы так, ординарного поведения. И золотой душ там присутствовал и в обратную сторону в том числе. И это не последний, естественно, случай с Трампом и Путиным. Замечательные западные клюквы, и их еще есть у меня и немало. Тем временем хочу сказать, что, ну, собственно, экскурсии продолжаются. Единственное, я тут буду в отъездах. Вот завтра улетаю в Берлин, чтобы наметить маршрут про террористический Берлин в том числе. Если вам интересна поездка в конце октября и середину ноября, то пишите мне, поедем вместе в Берлин. Если вам интересна поездка в Париж, точно так же пишите мне, поедем в ноябре, декабре и в конце января. Экскурсия в Петербурге следующая будет в среду в 20.00. Мы погуляем вот здесь, неподалеку от дворов капеллы. Там будет Пушкин, Аракчеев, про покушение Соколова расскажу на Александра II. Благо, это буквально на мосту произошло. А в Москве экскурсии начнутся только в конце. Первая состоится 29 июня. Следите за анонсами, оставляйте комментарии под этим выпуском. Увидимся с вами и не раз. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова